и создал бог женщину для того чтобы мужчина не умер от счастья и не с того момента покоя ни мужчинам не богу здравствуйте друзья и сегодня я предлагаю вам очень интересный взгляд на взаимоотношения мужчины и женщины через прочтение мифа о сотворении мира и оттолкнусь я от книги написанной супружеской парой который называется два лика книги бытие первой главе описывается создание мира от простого к сложному сначала создается неживой мир потом создается растение животное потом мужчина потом женщина такую последовательность можно трактовать по-разному например поскольку женщина творится последний то именно она они мужчина является венцом творения то есть женщина это как бы улучшенная версия мужчины наивысшая стадия развития человека женщина сотворена как помощник и противовес на иврите эзерке нигдо она та кто способна раскрыть потенциал мужчины вступить с ним в диалог стать в оппозицию предложив не просто альтернативу а новый способ восприятия реальности женщина это пример творческого подхода к созданию проблем разрешая которые мужчина и двигается вперед но близкую историю можно понять и совсем иным образом как например принижение женщины как понимали ее гибудь традиционалисты или гностики и тогда мужчина будет человеком а женщина не совсем человеком а помощником человека будто тот кто помогает кому-то по определению находится либо в подчиненном положении либо на более низкой ступени развития как интеллектуального так и духовного такой вывод ни на чем не основан а притянут за уши женщина созданная чтобы помогать мужчине сама не нуждается в его помощи по крайней мере об этом нигде не сказано только извращенное понимание власти и и обожествление и не способность мыслить за рамками дикотомии раб господин привела к такой постановке вопросом постановка вопроса кто в доме хозяин сегодня очень популярна концепция женщина с виниры а мужчина с марса который утверждает что между мужчиной и женщиной нет никакой общей меры то есть нам нужно просто смириться и не пытаться сделать невозможное или построить полноценный диалог диалог который позволил бы прорваться на уровень не только сексуальной близости но и близости духовной но вера возможность невозможного вера в чудо это и есть единственная возможность любви между мужчиной и женщиной вера возможность чуда это альтернативный источник возобновляемой энергии который поддерживается только силовое ображение любых отношениях мы постоянно осознаем разрыв между идеалом мечтой и ее реализации к этому можно отнестись по-разному например с безразличием можно скандалить и ссориться по этому поводу можно напротив превратить этот разрыв возможность соединения и принять его как что-то позитивное позитивное как благо этот разрыв и противоречие является местом для наших переживаний и стремлений для нашего вдохновения для страсти для взаимного влечения и притяжения именно поэтому плодотворный союз где марсиане и венерианки полностью остаются самими собой со всеми вытекающими из этого противоречиями это настоящее творчество в начале книги бытие для описания процесса сотворения мира использованы три разных глагола бара или сотворил я цар сформировал и аса сделал слово бара описывает сотворение неба и земли животных и человека и сотворил бог человека в образе его в образе божественном створил он его мужчиной и женщиной створил он их а во второй главе при сотворении животных и человека использовано слово я цар сформировал и сформировал господь бог человека из праха земного и вдунул в ноздри его дыхание жизни и стал человек душою живую я цар это формирование нового уровня на базе уже существующего а глагол аса упоминается по отношению к живой и неживой природе и смысл этого глагола переделка одного в другое так сказано сделаем человека по образу нашему по подобию нашему или и сделал бог два светила велики на уровне замысла или рождение идеи человек творится или мыслица богом как единая личность и сотворил бог человека в образе его в образе божественном сотворил он его захар и накива то есть с мужскими и женскими началами сотворил он их термины захар и накива обозначают не биологические различия между мужчиной и женщиной а общие категории мужского и женского которые отображают способы существования как живой так и неживой материи категорию мужского соответствует способность давать и влиять а женскому накива желание и способность принимать и получать при этом эти категории не привязаны к полу и мужчина и женщина могут как влиять так и поддаваться влиянию как давать так и брать каждом из нас есть как захар так и накива интересно что когда о сексуальных отношениях говорят в терминах брать и давать например так происходит в английском и русском языке то именно женщина всегда дает себя тогда как мужчина берет то есть именно женщина выступает в сексе как захар как начало мужское на следующем уровне уровне творения мира которому соответствует глагол я цар сформировал происходит уже разделение на мужской женский пол уровень я цира это уровень между идеей и ее полной реализации асии это как бы конструкторское бюро по преобразовании мечты или идеи в реальность и если в первой главе упоминались слова захары накива для обозначения мужского и женского начал в каждом из нас то во второй главе употребляются уже другие термины иш и иша которыми обозначаются мужской и женский пол а это уже различные личности и различные способы познания мира мужчина отличается от женщины тем что перед совершением ошибки он все тщательно продумывает и взвешивает а женщина совершает ошибки по наитию и вдохновению поэтому женскому уровню познания будет соответствовать интуиция инсайт озарение а мужскому формулирование этой мысли и нахождение нужных слов для ее оформления после отделения женщины эти начала и способы восприятия и познания становятся в человеке независимые друг от друга то есть появляется новая опция и возможность соединения их по собственному выбору появляется возможность самопознание и саморефлексии когда адам просыпается он понимает не только кто находится перед ним но и кто он сам потому как только противопоставляя себя женщине мужчина становится мужчинам до этого он просто человек и так как пол создан в первой главе книги бытие а личность во второй то желание соединения полов не ведет непременно к следующему уровню к соединению личности соединение полов порождает новую биологическую жизнь а соединение личности новую духовную реальность один из элементов творения состоит в том что мир творится незавершенным причем это не какая-то небрежность бога или ущербность творения а напротив один из элементов совершенства мира потому как миру дано пространство для творчества бог творит мир или природу активной а не пассивной только о свете сказано как о каком-то завершенном творении и сказал бог да будет свет и был именно таким как его задумал бог изначально человек же задумывается как образ и подобие божие но подобие это только потенциальное его еще нужно актуализировать самостоятельно поэтому и написано и сотворил его образе божием но не написано в подобии а вместо подобия говорится о том что в человеке есть мужское и женское начало которые могут соединяться по любви к кому же обращается бог когда говорит во множественном числе сотворим человека бог самом деле обращается к самому человеку давай ты и я сделаем из тебя человека человека с большой буквы потому как свободу воли невозможно дать свободным любящим мыслящим творческим можно только становиться самостоятельно то есть человек приглашается к участию и соучастию в своем собственном сотворении ему дается возможность выбора самого себя причем это обращение сотворим человека относится не только к адаму в райском саду но к каждому из нас в отличие от гегелевской диалектики все стадии процесса творения в мире духа и стадии становления человека стадии развития отношений не сменяют один другой а существует одновременно как бы накладываясь один на другой противоположности продолжают существовать мужчина и женщина по-разному смотрят на отношения когда бог приводит адаму его жену то мужчина видит в женщине часть себя то что у него было отнято и то что он хочет вернуть ему хочется восполнить нанесенный ущерб и снова стать цельным но целью бога было не это а напротив создать адаму помощника позицию диалог интригу и как следствие возможность продвижения вперед обычно мужчина не имеет претензии к личности своей жены он не хочет ее куда-то продвигать или как-то изменять наоборот он предъявляет претензии тогда когда она меняется после брака после отношений но женщина напротив недовольна если ее мужчина остается таким же каким он был самом начале потому как с ее точки зрения целью отношений является делалог и взаимовлияние которые невозможны без сохранения какой-то доли автономии можно ли достигнуть какого-то компромисса таких разных взглядах на отношения на самом деле компромисс не только не поможет но и является контрпродуктивным он противоречит божественному замыслу потому что для динамического развития отношений ценно как слияние так и самодостаточность и самостоятельность поэтому наша задача не разрешить противоречия а научиться жить внутри них потому что именно противоречия именно разногласия обеспечивают существование мира и оживляют его борьба присуща природе вещей она является всеобщим законом их существования мира и всего источником жизни и ее постоянного обновления разрушая старое она создает новое единство противоположности отклонение от образца от какой-то вечной и неизменной идеи обеспечивает разнообразие мира его уникальность а поэтому ценность и священность каждой отдельной снежинки священно именно то что неповторимо мы можем относиться к несоответствию воплощение идеи или божественного замысла в мире как к недостатку и лишенности когда делал платон а может напротив относиться к этому несоответствию как проявлению и действию заложенного в природу творческого потенциала любовь как страстная жажда соединения основана на акцентирование различий она не признает никакого равенства никакой одинаковости любовь которая пытается раствориться в предмете любви или поглотить его установив какую-то иерархию рискует уничтожить предмет своей любви или саму себя поэтому идеалом будет не компромисс а синтез когда будут продвигаться два идеала когда каждый будет реализовывать свой потенциал они жертвовать им поступаться то есть следует отказаться от выбора между а и б как от попытки выяснить кто важнее следует утверждать ценность и важность двух подходов двух способов взаимодействия с миром и делать это ради того электричество которое возникает между ними в акте плодотворного диалога и творчества но это все конечно же была только поэзия а для тех мужчин кто хочет только фактов и четких инструкций ученые психологи наконец-то выяснили чего же на самом деле хочет женщина вот только проблема в том что она уже успела передумать поэтому хоть и существует миллион различных способов как взаимодействовать женщинами но ни один из них не работает так что рассчитывать придется как всегда только на силу своего собственного воображения и вдохновения ведь именно для этого и нужна мужчине женщина чтобы пробуждать в нем творческий потенциал этом все пока пока а